Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи наш, Сергий, были Бога у нас! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Государь, император Николай II и его семья. Русская эмиграция в горьком сознании общероссийской вины перед государем и его семьей сосредоточила свое сугубое внимание на их трагической судьбе и собрала о них обширнейший материал. Но для их славы в Церкви земной, ибо Государь и его семья уже святы у Бога, Церковь ищет в них назидание своим членам, примера для подражания, образца благочестия, добрых дел, любви для нее и для Отечества или ближних, подвига жизни и смерти, святыни невинных страданий. Для нее нужны религиозные и духовно-нравственные черты их характеров и дел. Этой специальной задачей собирания такого материала о их жизни настоящий очерк служит только началом, в ожидании, что другие многие принесут еще больше. И собранное, и соединенное в одно эти материалы составит житие и страдание царя-мученика Николая II и его семьи, которые послужат на земле прославлению их в лике святых и к назиданию церковного народа во спасение душ, к жизни вечной. С высокими, чистыми, идеальными стремлениями начал свое царствование 26-летний государь-император Николай Александрович. По личному побуждению он дерзновенно обратился ко всем державам с предложением сократить вооружение и созданием третейского суда в международных спорах, предотвратить грядущие войны. Конференция мира была создана в Гааге 18 мая 1889 года и приняла общий принцип о мирном разрешении международных столкновений. В дальнейшем Лига наций, а теперь Организация объединенных наций, явились прямыми преемниками Гаагского международного трибунала. Когда в ноябре 1921 года собралась Вашингтонская конференция по вопросу о морских вооружениях, то президент Америки Гардинг вступительной речи заявил, предложение ограничить вооружение путем соглашения между державами не ново, при этом случае, быть может, уместно вспомнить благородные стремления, выраженные 23 года назад в императорском рескрипте Его Величества Императора Всероссийского. Приведя почти целиком ясные выразительные слова русской ноты, Гардинг добавил, «С таким сознанием своего долга Его Величества Император Всероссийский предложил соззыв конференции, которая должна была заняться этой важной проблемой». Так государем совершен почин мирового значения. Его идея возродилась снова и снова, и ныне осуществляется еще с большей настойчивостью. «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся». Но трагично было именно то, что первая созданная им конференция отвергла главное предложение государя – сокращение вооружений военных бюджетов. Ему самому пришлось вести три войны с Китаем, Японией и Первую мировую. В Первую мировую войну он проявил исключительное мужество в защите сербов. Несколько десятков тысяч сербов при отступлении из родной земли в 1915 году не выдержали страшного похода через грозные ущелья и снеговые перевалы Албанских гор. И придя к берегу моря, в город Волону массами стали падать от истощения. Союзники не только не позаботились о их спасении, но совершенно равнодушно смотрели со своих кораблей, как умирали люди с славянской земли. В этот страшный момент император Николай Александрович послал главам правительств союзных нам стран телеграмму, в которой требовал немедленно вывезти сербов с албанского побережья и спасти. В противном случае государь пригрозил, что он будет считать гибель сербов актом величайшей человеческой безнравственности и откажется от своих союзников и выйдет из числа воюющих. Эта телеграмма возымела немедленно действия, и десятки итальянских, французских и английских пароходов вывезли умирающие сербскую армию и ушедших с нею жителей на остров Корфу. Злоба людская не простила государю этого заступничества, и из Лондона и Парижа поползли слухи, что, мол, русский государь хочет заключить сепаратный мир. В делах самого большого государственного значения государя не покидало руководившее им чувство милосердия, когда в конце 1908 года ему представлен был грандиозный план индустриализации страны, требовавший огромных денег, которых не было. Он сказал, «Петр имел мало денег и употреблял принудительный труд, и это стоило ему миллион жизней его подданных. Осуществление наших проектов будет стоить от 10 до 15 миллионов преждевременных смертей моих подданных. Я не могу сознательно идти на жертву миллионов моих подданных, а потому мы должны терпеть». Когда ему было указано, что успех будущей войны связан с индустриализацией, государь ответил, «Будем надеяться на Бога. Если война будет короткая, мы ее выиграем. Ну а если длинная, то значит такова наша судьба». Все эти уже готовые проекты осуществляются большевиками как раз теми способами, от которых государь отказался. Мучительные гибели десятков миллионов людей. Еще маленьким ребенком будущий император был трогательно, кротко боголюбив. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, объявшей младенца. Он всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый, святой, убивающий змея. Это был ребенок ласковый, уступчивый, вежливый от природы, обожавший отца и мать. Еще будучи неграмотным, Ника отдавался весь настроением, навеваемым пушкинскими стихотворениями, выбранными для ребенка. Он увлекался пением птичек в своем дворцовом саду, и заслушавшись, мальчик как бы уходил из этого мира. Он преображался, как бы замирал. А выражение его глаз было настолько неземное, что другие дети, заметив это настроение в Нике, просили его, «Ну, Ника, еще раз послушай пение». И Ника застенчиво краснея возвращался к обыденной жизни. Он рос святым мальчиком, готовым молиться о спасении жизни маленькой птички, выпавшей из гнезда своей матери. «Надо помолиться за воробушка, пусть его боженька не берет. Мало у него воробьев», сказал он при таком случае, когда птичка казалась умирающей. И это непрерывно светлое христианское настроение никогда с самого раннего детства и до самой смерти не оставляло его. Государь готов был всегда услужить всем без различия положения. В Дармштадте во время прогулки инкогнито он подбежал, поднял и подал потерянный пакет кучеру почтового фургона и тем спас почтальона от служебных неприятностей. Таково было смиренное христианское сердце юного русского государя. Одна еврейка, не имевшая права въезда в Петербург и получившая отказ в этом, обратилась на высочайшее имя с просьбой разрешить ей приехать к больному сыну. Государь положил резолюцию. Не может быть такого закона, который не позволил бы матери приехать к больному сыну. Государь тратил, как теперь доподлинно установлено, на дела благотворительности и неожиданной помощи колоссальные суммы из личных средств, ограничивая в то же время себя в личном обиходе. Он носил много раз штопанную одежду через любимые учительницы своих детских лет, имевшие к нему доступ во всякое время. Государь освобождал от платы учащихся своими взносами и отпускал крупные суммы на благотворительность из своих личных средств. После беседы с ней он всегда шепотом просил ее никому ни слова не говорить о его помощи. И она, памятая просьбу царя, никому в своем ведомстве не говорила, кто дает эти средства. Во время маневров подъезжал экипаж с завтраком для государя и его свиты. «А для них закуска имеется?» спросил государь, показывая на солдат, державших лошадей его и его свиты. Оказалось, что для них ничего не приготовлено. Только тогда, когда все солдаты получили свою долю, государь подошел к своему завтраку. После этого для солдат свиты также всегда привозили пищу. Обходя один военный лазарет, государь увидел, что у койки одного хирургического больного стоит часовой. Узнав, что на койке лежит подлежащий военному суду дезертир, самострел, которого ожидает по выздоровлению самая тяжкая кара, государь сказал, «Скажите, кому следует, что я прощаю этого преступника, довольны с него одной русской пулей, наказавшей его». И преступник после выздоровления был помилован. Посещение государем лазаретов с ранеными были преисполнены самых трогательных эпизодов, в которых сострадания его сердца были явлены не только в словах и делах милосердия, но и в слезах, которые он едва мог скрывать. В вестибюле покидаемого лазарета он одевал шинель, и крупные слезы капали из его глаз, ибо только что один лишенный рук и ног просил, «Ты все можешь, государь, прикажи, чтобы меня умертвили». Служащий, попавший под взыскание и наказание, страдающий от своей оплошности, мог испытать всю чуткость государя, который всячески старался показать, что он простил виновного. Проявление этой обыкновенной чуткости государя, переходящей границы обычной человеческой доброты, внимания и ласки, «Испытывали на себе близкие к нему люди, которых служба соприкасалась с ним. Они видели, что эти чувства мог проявить только человек родной, только отец, который при промахе своего сына сам страдает от стыда и вины, который испытывает сын, и нежно и ласково устраняет это страдание сугубым вниманием. Так по оплошности других один офицер на корабле, сопровождавшем яхту государя, попал под арест. Выяснив эту ошибку, государь не только обласкал пострадавшего, но и перевел его на свою яхту. После одного парада государю предложили смотреть ночью джигитовку, казачью джигитовку. «Нет, нет», — ответил государь, «я знаю, как это красиво, но в прошлый раз разбился один казак, и после этого мы не можем себе позволить такое удовольствие». Подписывая награждение орденов Святого Георгия за взятие неприятельской батареи кавалерийской атакой и видя, что этот подвиг стоил слишком больших потерь, государь с грустью и недовольством сказал, «Для чего же мне эта батарея?» Частный маленький успех, конечно, не стоит таких жертв. Начальник жандармов обещал государю, что сотню лет не будет никакой революции в России, если государь позволит произвести 50 тысяч казней. Император с ужасом и негодованием отверг это предложение. За все его царствование количество казней едва ли превышает 4 тысячи, за те уголовные политические убийства и грабежи, за которые законы всех стран мира также карают. Ни в какой пролитое в его царствовании крови государь не был повинен, ибо карал закон. Но как ничтожно это количество неизбежных жертв для охраны общественного благополучия перед теми десятками миллионов убийств, которые потом совершили убийцы и самого императора. Революционную болезнь государь был всегда готов лечить милости и прощением, если только искали их. Невеста одного студента, приговоренного к смертной казни по политическому делу, поздно вечером подала флигель адъютанту государя прошение о помиловании. Так как исполнение приговора было назначено на следующий день, то адъютант дерзнул просить царского коммердинера вызвать государя из спальни. Выйдя, государь написал телеграмму министру юстиции о приостановке исполнения приговора и, крепко пожимая руку полковника, похвалил его за смелость и решительность и за данную самому государю возможность сделать доброе дело. Государь не только помиловал студента, но даже отправил его в Крым на лечение туберкулеза, причем деньги на это были выданы из собственных средств государя. Государь любил простых людей, особенно он хорошо относился к докторам, священникам и другим простым чинам. Во внутреннем мире крестьянства, составлявшего три четверти его поданной, государь искал те черты, которые были ему дороги. Его простую, незлобивую, беспритязательную, глубоко верующую, застенчивую натуру тянуло к бесхитростным людям с душой простого русского человека. Это любовное чувство к народу наблюдали все во время многочисленных разговоров его с крестьянами. Государь однажды обнял и поцеловал старика, который от волнения и чувств не мог произнести заготовленную речь, ибо эти чувства были государю дороже слов. В преданность и верность себе этого народа он верил до самой своей смерти. В высказывания государя о своих врагах никогда нельзя было уловить ни малейшего оттенка раздражения. На выраженное однажды по этому поводу удивление государь сказал, «Эту струну личного раздражения мне удалось уже давно заставить в себе умолкнуть. Раздражительностью ничего не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого». Что бы ни происходило в душе государя, он никогда не менялся в своих отношениях к окружающим его лицам. В минуту страшной тревоги за жизнь единственного сына, в котором сосредоточилась вся его нежность, и кроме некоторой молчаливости еще большей сдержанности, в нем ничем не высказывались пережитые им страдания. В дни, когда на выздоровление больного было мало надежды, министр спросил его о состоянии цесаревича, и он ответил тихим и спокойным голосом, полным простоты и правды, «Надеемся на Бога». Государь обладал выдающимися качествами человека и правителя, но любимым его выражением по своему адресу в узком домашнему кругу было «Я человек серый». Он одарен был безграничной памятью, исключительной умственной силой, глубокими и разносторонними познаниями, сильной дисциплинированной волей, нравственной серьезностью и постоянным сознанием ответственности. Он предан был своим идеям и защищал их с терпением и упорством. Он имел задолго продуманные планы, осуществление которых медленно достигал. Под видимостью робости царь имел сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знал, куда он идет и чего он хочет. Благодаря совершенной честности он всегда был рабом своего слова. Его верность в войне союзникам, которая и была причиной его смерти, как нельзя лучше доказывает это. А что такое была политическая верность вообще, и в наши времена особенно? В век агитации пропаганды, искажающей всякую правду, он бы удивлял своей постоянной правдивостью. Давая инструкции для описания непопулярной в массах и злополучной русско-японской войны, он сказал, работа должна быть обоснована исключительно на голых фактах. Нам умалчивать нечего, так как крови пролито больше, чем нужно. Героизм достоин быть отмеченным наряду с неудачами. Неизменно нужно стремиться к восстановлению исторической истины во всей ее неприкосновенности. Государь был непримиримым врагом всех попыток идеализировать то, что недостойно. Он говорил и требовал всегда только правду. Ее одной он всюду искал. Во всякой стране глава правительства отвечает за неудачи и успехи. Вся тяжесть последнего слова лежит на нем. Самая верхушка разрешения вопросов – да или нет, война или не война, вперед или назад, направо или налево. Вот это и было полем жизненной битвы императора Николая II. Если он делал ошибки, как говорят, то какой же правитель не делал их? Мы ценим в нем не только чистоту и святыню побуждений, намерений и целей, но и самых средств их осуществления, определявшихся его характером, безупречным по честности и правдивости. Он весь был проникнут сознанием святыни своего служения. Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть христианское, православное, каполическое, восточное исповедание. Император, престолом всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. Таковы были обязанности и права первого мирянина церкви, императора всероссийского согласно статьей 62-64 начальных глав свода закона в Российской империи. И в лице государя Николая Александровича все миряне имели в церкви своего лучшего и достойнейшего представителя, поистине благочестивейшего, как он титуловался за богослужением. Он был истинным покровителем церкви и попечителем о всяком ее благе. Перед годиной величайших испытаний, тяжких страданий и внешних потерь русская церковь имела в последнее царствование время самого славного расцвета, полноту и силу высшего своего развития. Количество церквей в его царствовании увеличилось более чем на 10 тысяч. Их стало к концу царствования 57 тысяч. Количество в монастыре увеличилось более чем на 250. Их стало 1025. Обновляются древние храмы. Он жертвует на их построение свои личные средства. Отметим одну такую жертву. В 1899 году комитет по постройке православного храма в городе Нью-Йорке для сбора пожертвований командировал в России священника А. Хатовицкого. Государь положил почин в предпринятом деле с милостивыми словами «Я жертвую от себя 5 тысяч рублей на важное христианское дело». Это послужило примером для всех благочестивых сынов православной Руси. Много драгоценной утвари дарил государь различным церквам. В городе Барри, Италия, в древнем храме святого Николая Мирликийского, где в нижнем помещении хранятся его мощи, висят более 20 прекраснейших лампад, сработанных из литого серебра в древнерусском стиле. Самые большие из них в диаметре приблизительно со столовой тарелку. Монах-итальянец, сопровождающий и дающий пояснения, указывая на эти горящие лампады, говорит, все они были присланы сюда к мощам святого Николая Мирликийского, его величеством государем-императором всероссийским Николаем II. Посещает храмы и монастыри во всех углах страны, принося благоговейное поклонение местным святыням, святым мощам и чудотворным иконам. Участвует в юбилейных торжествах в память разных российских святых или церковных событий. Особенно заботится об основании православных братств по укреплению православия в винославных областях. Духовно-просветительная миссионерская деятельность среди татар Казанской епархии пользуется его особым вниманием, и в крещено-татарских школах первые 10 учеников содержатся на его средства. Царь подчеркивает исключительное назначение школьного образования и воспитание крестьянских детей в нераздельной связи с церковью и приходом, и количество церковно-приходских школ возрастает до 37 тысяч. Выделение Холмской губернии царства польского произошло исключительно в интересах православия, притесняемого поляками, и без ущерба для их исповедания. Еще ранее этого государь писал на одном из докладов «Поляки безвозбранно дочтут Господа по латинскому обряду. Русские же люди искренне были и будут православными и вместе с царем своим и царицей. Выше всего чтут и любят родную православную церковь». 17 апреля 1905 года на Пасху издан был закон о веротерпимости. Всякому совершеннолетнему русскому подданному предоставлялось право исповедовать любое христианское учение. Старобрядцам и сектантам отдавались их молитвенные дома. В 1906 году было создано подсоборное присутствие, которое усердно проработало и оставило ценнейшие материалы по всем вопросам церковного устройства. Это уже была подготовка для церковного собора 1917 года. Много царь потрудился для славы церкви. Им сделано было все для духовного спасения России в лоне ее. В основании всего в своем царстве государь полагает не иное что, как благочестие, сам лично давая пример его глубокого, чисто древле русского любви к благолепию служб церковных, почитания святынь, усердия к прославлению великих подвижников святой богоугодной жизни. Господь прославил последнее русское царствование более частым открытием угодников, чем это даже было во времена древние. Были прославлены Святитель Феодосий Углецкий, архиепископ Черниговский, 9 сентября 1896 года. Преподобный Серафим Саровский, 19 июля 1903 года. Святая Анна, княгиня Кашинская, 12 июня 1909 года. Преподобная княгиня Ефросинья Половская, 23 мая 10 года. Святитель Иосаф, епископ Белгородский, 4 сентября 1911 года. Святитель Гермоген, патриарх Московский, 17 февраля 1913 года. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, 28 июля 1914 года. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, 10 июня 1916 года. После открытия мощей святого Тихона Задонского в 1861 году, сопровождавшегося народным энтузиазмом и многими чудесами, по России распространился слух, будто бы император Александр II выразился, что это будет последний святой в России. Не верится, чтобы государь мог сказать такую фразу, но самый факт распространения такого слуха достаточно характеризует тогдашнее общественное настроение. Но Всероссийская Церковь, в лице своих пастырей и благочестивого народа, с трогательным умилением и с благочестивой радостью при малейшей возможности прославляла своих праведников. Масса народная одних наций увлекается спортом и развитием физической силы и ловкости, других – музыкой и пением, а наш русский народ преимущественно почитал славные дела Божии, являемые на земле через цветых его угодников. И когда он слышал о появлении где-либо нового угодника Божия, то стремился туда всей душой. Паломничество по святым местам – излюбленное дело русского народа. И ни на одно торжество не собиралось у нас в России такого множества народа, как на открытие мощей. И это происходило при наличии полного недоверия к всему со стороны наших руководящих кругов. Благословенно имя государя Николая Александровича за то, что он так смело пошел навстречу этому поистине церковному и народному делу. Надо признать, что первый мирянин церкви в деле прославления святых духовно шел впереди синода, находившегося под известным влиянием века. Здесь он дважды проявил свою самодержавную волю в отношении синода. В первый раз это было в деле прославления святого Иоасафа Белгородского. С нетерпением ожидая назначения синодом торжества прославления, царь не счел себя, однако, в праве торопить синод. Но когда состоялось мнение синода необходимости отложить это торжество, то государь, не согласившись с его доводами, сам назначил срок его. Второй раз его воля была проявлена в деле прославления святого Иоанна митрополита Тобольского. Таково значение личности государя в деле канонизации святых и так великое его благочестие, давшее ему решимость вести это дело, несмотря на препятствия, которые даже синод видел в мнениях и колебаниях так называемого образованного общества. Государь не имел этого страха перед мнением неверующей и непатриотической интеллигенции. Он был чужд ей, живя одной душой своим православным церковным народом, не беря на себя специального права наставлять народ в вере православной. Государь давал это назидание при таких поводах прославления святых. О преподобной княгине Ане Кашинской он писал, В течение своей жизни она была образцом христианской супруги и матери, отличалась христианской любовью к бедным и несчастным, проявляя искреннее благочестие, мужественно перенося всевозможные испытания. О преподобной Фросинии Половской свято прошедшее поприще, указанное ей божественным промыслом, да пребудет святая княжна для всего белорусского народа навеки яркой путеводной звездой, указывающей правду православия. О святителе Иосафе Белгородском благодатным представительством святителя Иосафа да укрепляется в державе российской преданность праотеческому православию во благо всего народа русского. О патриархе Гермогене пример коевода светит в настоящее и будущее времена. О святителе Иоанне митрополите Тобольскому приемлю предположение святейшего синода о прославлении, умилением и с тем большим чувством радости, что верю в предстательство святителя Иоанна Максимовича в эту годину испытаний за Русь православную. Относительно отца Иоанна Кронштадтского он дал завещание о прославлении его в будущем, смело высказав свое мнение о нем тотчас по его кончине 12 февраля 1909 года. В таких словах «Неисповедимому промыслу Божию было угодно, чтобы угас великий святильник Церкви Христовой и молитвенник земли русской, всенародно чтимый пастырь и праведник отец Иоанн Кронштадтский». Далее, по собственному духовному влечению и по силе основных законов, будучи первым блюстителем интересов и нужд Церкви Христовой, государь предлагает делать всенародное молитвенное поминовение почившего, ежегодно ознаменовывая им день его кончины, и ожидает, что это внесет свет утешения в горе народное и зародит на вечные времена живой источник вдохновения будущих служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания. Действительно, этот великий приходской священник, прославившийся в миру во времена государя, как угодник Божий, явился поистине и навсегда образом пастырей, и в начале грядущего возрождения России, как горящая свеча, надо надеяться, будет поставлен в церковном прославлении на подсвечники, да светит всем в доме, нашим новым, вдохновляя пастырей к чрезвычайным трудам. В жизни царской щиты исключительное значение имело ее непосредственное участие в прославлении преподобного Серафима Саровского чудотворца. Государиня императрица Александра Федоровна, страстно хотевшая иметь сына, с чувством глубокой веры поехала в Саров на богомолье молиться у мощей преподобного Серафима о даровании ей сына. И в память царовских торжеств после рождения цесаревича престол в нижней части церкви, построенной в царском селе и особенно посещаемой царской семьей, был освящен во имя преподобного Серафима, а верхняя часть во имя Федоровской иконы Божьей Матери, чтимой царственным домом Романовых. Вечером 17 июля 1903 года их величества прибыли в Саров и ровно в 11 часов ночи государь, пересекая в ширину монастырский двор, отправился в келью Иеросхимонаха Симеона для исповеди, откуда вышел лишь около 12 часов ночи. Рано утром на другой день, совершенно неожиданно, их величества пришли к ранней обедни. Внезапное появление их заранней обедни в Успенском соборе произвело сильное впечатление на народ. Старь и царица явились туда бессвиты, как простые богомольцы, прошли через переполненную церковь на левую сторону, где в пределе совершалась ранняя литургия. После причащения их величеств причастилось человек 50 простых богомольцев. 19 июля наступил день великого торжества для Саровской обители. Большой монастырский колокол призывал к поздней литургии. Торжественный выход царя с царицей в собор начался почти за первым ударом колокола. Вдруг неожиданный порыв ветерка выбивает раскрытый зонтик из рук императрицы. Минутная остановка. Проворная черничка из первого ряда несметной толпы, схватившая моментально с деревянного настила зонтик, передала его царице, целуя ее руку. Чернички — это сельские одинокие девушки, жившие полумонашеской жизнью в миру, считавшие псалтыри на похорнах, ходившие в черном одеянии. Компаньонки-чернички, пользуясь моментом остановки, тоже бросаются на мостик к ногам царицы. И, не сдерживая выражения своих чувств, причитаниями целуют края ее платья. А одна с плащем кричит громко, «Матушка, ты наша родная царица, сиротинушка! Господь тебе, сыночка-то, не дает несчастной!» Момент был потрясающий. Капли слез скатились тогда с глаз императрицы. Хотя ни один мускул ее лица не дрогнул. Государь, видимо, в замешательстве оправил ус. Шествие продолжалось. По одному меткому выражению, народ русский, православный, никого так на земле не любит, как своего царя и на небе святых угодников божиих. И вот, собираясь на поклонение своим святым угодникам, народ видит среди себя и царя своего разделяющего с ним ту же веру и те же чувства. Все виденное в Сарове произвело громадное впечатление на императрицу. Во время пути и пребывания здесь государыня была в общении с крестьянами, которых она всегда любила. Она не стеснялась говорить с ними и говорила с ними, как с детьми. А они, встречаясь с ней, запросто в свою очередь полюбили ее. Среди лесов и глубин России в Саровские дни царственная чета соприкоснулась с живым источником непосредственно веры среди простого народа, в благие силы души которого верила она до конца своих дней. Принцесса Алиса Гесенская, будущая русская императрица Александра Феодоровна. Шести лет от рода лишилась матери и жила обычно у английской королевы Виктории, которая всю свою любовь и нежность перенесла с любимой умершей дочери на внучку. Принцесса никогда не была немкой, ни по уму, ни по сердцу, получив образование и воспитание при английском дворе. Двенадцати лет она была в России на свадьбе своей сестры Елизаветы Феодоровны с великим князем Сергеем Александровичем и познакомилась с шестнадцатилетним наследником престола, великим князем Николаем Александровичем, будущим своим супругом. Уже в это время они обратили внимание друг на друга и при новых встречах горячо и навсегда полюбили друг друга. Однако явилось препятствие к браку, которое исключительно ярко характеризует принцессу Алису. Ее глубоко верующие, прямая, искренняя, честная натура воспротивилась перемене и исповедания для того, чтобы стать невестой женой наследника русского престола. Единственное препятствие или пропасть между ней и мной – это вопрос религии, пишет в дневнике наследник в 1891 году. Кроме этой преграды нет другой. Я почти убежден, что наши чувства взаимны. Все в воле Божией. Уповая на его милосердие, я спокойно и покорно смотрю на будущее. Наконец, в 1894 году сделано официальное предложение. Говорили до 12 часов, пишет наследник, но безуспешно. Она все противится перемене и религии. Она, бедная, много плакала. Она плакала все время и только от времени до времени произносила шепотом «Нет, я не могу». Наконец, наследник вручил ей письмо своей матери, императрице Марии Феодоровны. И та после переговоров со своей тетей согласилась. «Все, что ты просишь у Бога, даст тебе Бог», писал наследник. «Слова эти бесконечно мне дороги, потому что в течение пяти лет я молился ими, повторяя их каждую ночь, умоляя его облегчить Алекс переход в православную веру и дать мне ее в жены». Молодой принцессе, взволнованной перспективой обязательной перемены религии, искавшей одобрение своей совести, много помог ее собеседник, а затем духовник, просвещеннейший благослов, протопрессвитер И.Л. Янышев, который в течение полугода ежедневно занимается своей даровитой и жаждашей истины ученицей и сумел открытие истины православной веры и ее красоту. Уже в 1916 году, вспоминая дни обручения, государыня писала супругу, «Ты видишь, когда же тогда вера и религия играют такую большую роль в моей жизни?» «Я не могу просто к этому относиться. Если я прихожу к уверенности в чем-либо, то уже навсегда». И так же любовь ко Христу, она всегда была так близка, связана с нашей жизнью в эти 22 года. Немка по рождению, англичанка по воспитанию, протестантка по отцовской вере, она всем существом и натуры сделалась совершенно русской, полюбив Россию горячей любовью, и сделалась действительно православной и по духу, и по мысли, и по самым движениям своего религиозного чувства, поражая изумительным сходством с простыми религиозно настроенными женщинами в земных поклонах, в прикладывании к образам, в манере ставить свечи во всем. 8 октября 1894 года принцесса приехала в Россию, а 20-го скончался император Александр Третий. В дни своего личного счастья и первые шаги в стране, где она признана была стать императрицей, она должна была пережить в скорбное время траура страны, когда умер великий русский царь, а ее жених возлагал на себя молодого, неопытного, тяжелое бремя монаршего служения. На следующий день после смерти императора, 21 октября, принцесса приняла святое миропомазание и после обедни причастилась к святым тайнам вместе с женихом, успевши к одни первого своего причастия вышить в воздухе для святых даров. Она была наречена Александрой в честь святой мученицы, старицы Александры. С 7 ноября похоронили императора, а 14 состоялось бракосочетание. Свадьба наша, вспоминала потом государыня, была как бы продолжением этих панихид, только что меня одели в белое платье. Великий день бракосочетания она была бесконечно грустна и бледна, и ее цельная натура глубоко переживала эту сложную гамму ощущений и чувств среди совершенно новой обстановки. «А отныне нет больше разлуки», записала она в дневнике государя. «Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни, и когда здешней жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе». Государь записал. «Вместе с таким непоправимым горем государь наградил меня и счастьем, о каком я не мог даже мечтать, да во мне Алекс». Дальше потекла жизнь, о которой он же пишет. «Каждый день, что приходит, я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье, каким Он меня наградил. Большего и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать. Моя любовь и почитание к дорогой Алекс растет постоянно». «Прошли долгие годы». И вот в марте 1916 года государь мне пишет своему супругу. «Боже мой, сколько мы видели и пережили за эти 21,5 год нашей брачной жизни. Ах, какие были чудные времена, мой голубчик! Любовь твоего солнышка всегда растет, становится полнее, богаче и глубже. Бог да благословит тебя, мой единственный, мое все. Воистину я сомневаюсь, чтобы существовали счастливые жены, как я. Такая любовь, такое доверие, такая преданность, которую ты показал мне в течение этих долгих годов, знавших счастье и горе. «Моя глубочайшая, горячая, преданная любовь окружает тебя и все мои горячие молитвы. Сердцем и душой мы всегда соединены на всю вечность». В дни говения она писала мужу. «Нежно прошу твоего прощения за всякое слово и дело, которое могло огорчить тебя или причинить боль. Я несу тебя в своей душе и всей моей любовью приношу тебя Богу». С первого появления детей она отдала им все свое внимание, кормила, ежедневно сама купала, выбирала нянь, неотступно бывала в детской, не доверяя своих малюток никому. Часами она проводила в классной, руководя занятиями своих детей. Бывало, что держа на руках ребенка, она обсуждала серьезные вопросы своего нового учреждения, или одной рукой, качая колыбель, она другой подписывала деловые бумаги. В свободные минуты она вышивала, вязала, раскрашивала, всегда пребывая в работе. Государиня не приглашала к дочерям гувернанток, так как не желала видеть кого-либо между собой и ими. Не поручала фрейлинам постоянного надзора за детьми. Она не могла видеть без дела своих дочерей. Великие княжны должны были быть всегда занятыми, всегда находиться в действии. Чудные работы и вышивки выходили из-под их быстрых ручек. Две старшие взрослые дочери, Ольга и Татьяна, работали вместе с матерью в своем лазарете во время войны. Здесь они работали, как обыкновенные сестры, перевязывая раны солдатам и офицерам. Императрица была совершенно чужда в пустой атмосфере петербургского света, которому она все надеялась привить вкус к труду. Она основала общество рукоделия, члены которого, дамы и барышни, должны были сработать известный минимум вещей в год для бедных. Общество трудолюбия, склады белья для раненых, инвалидные дома с мастерскими, школу народного искусства для обучения кустарному делу, общество для сбора пожертвований на воспитание и устройства бедных детей в мастерство. Получилась целая сеть трудовых организаций, которые государиня мечтала объединить в особое управление, подобное современным министерствам труда. Ко всему этому, как говорят ближайшие свидетели ее жизни, трудно себе представить, какой массе лиц государыня помогала выйти из материальных затруднений, скольким детям оказала помощь в воспитании, и какую массу больных призрела, и скольких она видела слез благодарности. Но никто об этом не знал. Все великие княжны воспитывались в строго религиозном духе и строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку, без всякого сознания своего превосходства, а тем более к члевости своим высоким положением. Государь всегда повторял, чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем, и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети. Осуществляя сам в жизни этот принцип, он такими же сделал своих детей, кроткими, добрыми, внимательными ко всем и ласковыми. Дети их были духовно простые и любящие все простое, образованные, естественные, без позы, нетребовательные, открытые, глубоко правдивые, проникнутые чувством долга, истинно религиозные. Государиня воспитала в них ту веру, ту силу, духа и смирение, которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Дети буквально боготворили родителей. Мать, которую они обожали, была в их глазах как бы непогрешима. Дочери были полно очаровательной предупредительности в отношении к ней. Летом 1904 года родился долгожданный и семьей, и Россией наследник престола цесаревич Алексей среди тяжкой войны и внутренней смуты. Именем тишайшего царя Алексея Михайловича называет государство его наследника, как бы выражаясь в свой истинный идеал. Все ликовало. Он стал центром семьи и общим любимцем. Он был исключительной красоты, самым дивным ребенком, о каком только можно мечтать. Но уже на втором месяце после рождения его государиня обнаружило, что ему передалась при рождении наследственная болезнь гестинского дома, гемофилия, которая ставила под угрозу внезапной смерти этого долгожданного мальчика надежду России при малейшем его неосторожном движении. Государыня страдала вдвойне. И как мать этого чудного ребенка, и как виновница его страданий, так как она передала ему эту ужасную болезнь. Его нужно было окружить неослабным надзором, охранять от всяких лишних движений, парализовав таким образом волю, мужество и самостоятельность, чтобы выиграть в смысле безопасности. Или воспитывая наследника великого царства, которому нужна сильная воля, индивидуальность, надо предоставить свободу и рискнуть его жизни, предоставив ему свободу детским порывам и жизнерадостности, когда малейший неосторожный ушиб вызывает внутреннее кровоизлияние и самую смерть. Государыня пошла на страшный риск, чтобы сделать из сына человека стойкого и способного к царствованию и предоставила ему полную свободу, дорожа за жизнь дорогого ей существа. Сколько бы ребенок не подходил к ней, не было случая, чтобы она не поцеловала его, когда он отходил от нее. Каждый раз она прощалась с ним, боясь не увидеть его более. «Мы Богом возведены на престол», писала она супругу, «и мы должны твердо охранять его и передать его неприкосновенным нашему сыну». О служении своего сына России думала она и готовила его к этому. «Прекрасный отрок подвергся частым и тяжким страданиям», государь писал матери. «Дни от десятого до двадцать третьего были самыми тяжелыми, бедняжка сильно страдал, боли были спорадическими и появлялись каждые четверть часа. Он почти не спал в это время, не имел сил плакать и только стонал, повторяя все время одни и те же слова «Господи, сжалься надо мною». Я с трудом мог оставаться в его комнате, но должен был сменить Алекс, которая совершенно выбилась из сил, проводя у его постели все ночи напролет. Она переносила это испытание лучше, чем я, в особенности, когда Алексею было очень тяжело. Можно ли себе представить, как страдал отец? Цесаревич, лежа в кроватке, жалобно стонал, прижавшись головой к руке матери. Его тонкое, бескровное личико было неузнаваемо, пишет один свидетель этих страданий. Изриск он прерывал свои стоны, чтобы прошептать только одно слово «мама», в котором он выражал все свое страдание, все свое отчаяние. И мать целовала его волосы, лоб, глаза, как будто этой лаской она могла облегчить его страдания, вдохнуть ему немного жизни, которая его покидала. Какая мать откажется от того, чтобы в таком положении не испробовать все возможные средства медицины, веры в Бога, даже веры в людей, могущих исцелить и облегчить. На этом, и только на этом, были основаны отношения государыни к старцу Распутину, простому сибирскому мужику. Эти отношения имели источником самые благородные чувства, которые способны наполнить сердце матери. Любовь к опасно больному сыну и жажда его исцеления. Государь сказал об этом человеке так. Это только простой русский человек, очень религиозный и верующий. Императрица нравится своей искренностью, она верит в его преданность и в силу его молитв за нашу семью и Алексея. Но ведь это наше совершенно частное дело. Удивительно, как люди любят вмешиваться во все то, что их совсем не касается. Григорий Распутин человек простой, необразованный, грубый, но умный, обладавший гипнотической силой внушения и ясновидением, облекавший в религиозную и православную форму свои слова и действия, добрый ко всем, просившим у него помощи, разгульный в личном поведении. Личность, недостаточно описанная и разгаданная в литературе. Среди непрямодушных людей двора он мог иметь влияние на чистую, любящую правду и благочестивую царственную чету, которой некоторые писатели ставят в похвалу это искание правды и пророческого руководства в лесе старца. В наши маловерные времена царь возвысился до ветхозаветней идеи пророка при себе, что при царе возможно был пророк само по себе величественно, благочестивый и свято, независимо от того, удачен ли был выбор государя и достойно ли было это лицо такого высокого положения старца и водителя монарха. Во всяком случае, действительно причина его силы при царе была во влиянии на ход болезни наследника. При припадках болезни последнего старец Григорий погружался в молитву и говорил царице, «Благодари Бога он еще раз даровал жизнь твоему сыну». И ребенок поправлялся и так бывало каждый раз. В дни отречения от престола государь сказал своему врачу, «Насколько вероятно, что наследник выздоровеет совершенно?» Григорий Ефимович все время говорил, что Алексей Николаевич к 13 годам будет совершенно здоров. Я и государь не привыкли верить ему, потому что все, что он предсказывал, сбывалось. Когда мальчик подрос, государь не научила его молиться. Ровно в 9 часов вечера он поднимался с государыней в свою комнату, читал громко молитвы и ложился спать, осененный ее крестным знамением. Она преподавала наследнику закон Божий. Уже из Тобольска она писала, «Прохожу с Алексеем объяснение литургии. Дай мне Бог умение учить, чтобы на всю жизнь осталось у него в памяти, чтобы ему было на пользу и для развития души. Господь благословит мои уроки с Бэби, почва благая, стараясь, как умею, вся жизнь моя в нем. Я эти уроки очень люблю». Наследник был необыкновенно привлекательный мальчик с умным и открытым выражением тонкого лица, на котором были заметны следы физических страданий, дни, которые он проводил в могилеве у своего отца, которому он питал глубокую привязанность, были счастливейшим для него временем, и он не скрывал своего огорчения, когда надо было возвращаться домой под женское влияние, в полузатворническую атмосферу царского села и Петергофа. Его наставник находил в нем много добрых качеств, и прежде всего горячее сердце, отзывчивое к чужому горю. Государин писал, о детях государю, они делили все наши душевные волнения, крошка чувствует так много своей маленькой чуткой душой, никогда не буду в состоянии поблагодарить Бога достаточно за ту чудесную милость, которую он мне дал в тебе и в них, мы одно. О своей семье государиня говорила, мы одно, а это, увы, так редко в теперешнее время, мы тесно связаны вместе, маленькая крепко связанная семья. Уже в Тобольске государь сказал своему добровольному соузнику Татишеву, выразившему удивление сплоченности царской семьи, если вы так мало нас знали, как же вы хотите, чтобы мы с государами могли обижаться тем, что говорят о нас в газетах. Одна близкая свидетельница внутренней жизни царственной отчеты говорит, жизнь их величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви. За 12 лет я никогда не слышала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видела их даже сколько-нибудь раздраженными друг против друга. Коммердинер государя, самый ближайший слуга, засвидетельствовал, это была самая святая и чистая семья. Какой пример в наши дни давала эта столь достойная семейная жизнь? Царская семья, ее нельзя разделить. Все семь вместе это единый алмаз, сияющий крепчайший, граненый деятельной любовью, не раздробленный никогда ничем. Неразлучная в жизни эта святая седмирица оказалась неразлучной и в смерти. Никто из них не пережил другого на один час. Государь, как человек церковно верующий, сознавал себя помазанником Божиим и Царем, в том высоком и ответственном понимании этих обозначений, которые унаследовал из веков русской истории. В постановлении Великого Московского Собора 1613 года было сказано «Заповедано, чтобы избранник Божий царь Михаил Федорович Романов был родоначальником правителей на Руси из народа из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. А кто же пойдет против всего соборного постановления, сам ли царь, патриарх ли, вельможа ли и всяк человек, да проклянется таковы всем веки и будущим, отлучен бы он будет от Святой Троицы». Начальная статья свода закона в Российской империи говорит «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». В чине коронования и миропомазания обрисовывается религиозная сущность русской царской власти. Государь в слух своих поданных отвечает на вопрос архиерея «Как о веру иши?» и читает символ веры. Все регалии принимаются им во имя Отца и Сына и Святого Духа. Читаются молитвы с исповеданием, что земное царство верено государю от Господа с прошением о том, чтобы Господь всеял в сердце его страх Божий, соблюв его в непорочной вере, как хранителя Святой Церкви. Досудит он людей Божиих в правде и нищих его в суде, спасет сыны убогих и наследник будет небесного царствия. Сам царь колено преклоненно читает молитву, полную смирения, покорности и благодарности Богу. Ты же владыка и Господи мой, настави мя в деле, на ней же послав мя еси, в разуми и управи мя в великом служении всем. Буди сердце мое в руку Твоею, ежи вся устроите к пользе врученных мне людей и к славе Твоей. Я куда и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово. И в манифестах к народу Государь до последних дней своего царствования исповедует истину своего служения. От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим, читаем мы в манифесте 3 июня. Перед престолом его мы дадим ему ответ за судьбы державы российской. Создав народное правительство, Государь изменил только технику правительственного механизма. Ибо мнение и большинства и меньшинства представлялись на выбор и утверждение его. То есть совесть царская всегда на стороне правды, а не на стороне большинства, которое может быть случайным, искусственным. Он не ослабляет своей ответственности, складывая ее на плечи других, но несет ее самоотверженно пред Богом и историей. Царь неосрудное послушание своего звания усердно, самоотверженно, праведно и честно. Это был человек, верный себе, своему званию, России, который служил и для которой жертвовал всем и самым высшим вплоть до своей жизни. Нетрудно видеть, что царь был представителем духовной и святой Руси по своим воззрениям, по личной жизни и характеру, по взглядам, не только по своему царскому служению. Жизнь русского государства и общества каждой отдельной личности и семьи от царя до крестьянина была неотрывна от жизни церкви. Царь был представителем и носителем этой национальной русской культуры по существу религиозной. Он был верен именно духовной и святой Руси и наивысшим образом воплощал ее в себе. Во изменение нравов, шатания умов, оскудения духа благочестия, непочтительные отношения к церкви и уставам уже давно стали характеризовать наше передовое образованное общество. Едва ли не большинство его стало сторониться и ее стало искать в себе других руководителей чуждых и прямо враждебных ей. Среди руководителей общественного мнения, заправляющих печатным словом, замечалось не только совершенное отсутствие религиозного направления, но и глумление над его требованиями. Церковь не находила себе благоприятного приема в интеллигентных кругах и встречала или равнодушие, или прямое пренебрежение. Но, теряя внутреннюю религию, это общество теряло свою культуру, изменяло себе своему национальному призванию, искажало свой русский образ. Происходила духовная измена России. Чем больше русское общество теряло способность мыслить и чувствовать так, как велит православная церковь, тем больше оно не понимало царя. Царь был для него совершенно чужим, ненужным, лишним, несвоевременным. Духовно отойдя от Святой Руси, оно совершенно отчуждалось и от ее представителя. Оно абсолютно не питало к нему тех чувств, какие питал к нему православный народ. Общество тяготилось царем, как тяготилось Святой Русью. В условиях отхода общества от церкви положение государя делалось тяжелым. Ложилась пропасть между государем и общественной средой, и это руководящее общество подорвало власть государя и низвергло его. Низвержение царя само по себе разложило тотчас народ, лишило его веры во власть и в прежнее духовное руководство. Прислушиваясь к новым руководителям, народ воспользовался свободой низших страстей, предаваясь алчности, грабежам и прочим соблазнам. Он введен был во искушение высшими кругами, свергнувшими царя, и поверил в простоте новым руководителям. В революции Россия забыла о войне, о родине, о боге. Общество, а за ним народ стали праздновать освобождение зарю новой жизни, абсолютно не представляя в чем же она. Царь в это время не забывал Россию и только ею жил, а о нем все забыли, а от него отказались, ему изменили, его предали. Когда депутаты думы и руководители армии вырывали у него отречение от престола, государь все надеялся, что они передумают. Хотите еще подумать, спрашивал он, не отзовется ли это некоторой опасностью? Но что скажет юг, говорит он, вспоминая, конечно, свое посещение его и встреча с народом. Как наконец отнесется к этому акту казачества? Еще раз спрашивает он относительно тех, в любви которых он был уверен. Но не знаю, хочет ли этого вся Россия, наконец спрашивает он, получая всегда тысячи видов выражений и доказательств самых искренних и горящих чувств любви и преданности себе своего народа. Депутаты и генералы уверяют, что только отречение спасет Россию от кровавого междоусобия, удержит армию на фронте в спокойствии и предотвратит позорный мир с грозным врагом и таким образом царь приносит себя в жертву во имя спасения родины. Еще раз государь спросил, вы уверены, что мой отказ от власти успокоит волнение? Государь встал перед стеной, отделившей его от страны и ощутил пустоту вокруг себя, оказался покинутым и одиноким перед лицом своих ближайших соратников. Кругом измена и трусость и обман, записал он в дневнике. Что же мне осталось делать, когда все изменили? Сказал он в день отречения, держа в руках кипу-телеграмм генералитета и своего родного дяди великого князя. Слепые вожди слепых, принудив государя к отречению, разрушили порядок в стране, разложили армию, открыли страшные междоусобия, не избежали позорного мира. Все главные представители думы были масоны. В разгар великой войны в столице возник уличный бунт, а в ставке государя произошла революция. Ближайшее окружение его стало на сторону бунта, идя на соглашательство с ним, уступка ему самим царем, вместо того, чтобы сгрудиться около него на защиту страны. У царя отняли венец не профессиональные революционеры, а депутаты думы и генералы, масоны, объятые интеллигентским ощущением ненужности царя и сами подрубившие ветку, на которой они сидели. Эти нравственные убийцы государя, испуганные бунтом и вообразившие себя спасителями России, принуждавшие его отречься от престола, представляли дело так, что все помановение злого волшебника переменилось в один миг, и они сами, которые еще вчера искали его мимолетные улыбки, создавали только декорацию, бутафорию. Если дело представлено было так, что отречение диктовалось отрицательным отношением только к личности именно царя, и что будто он лично является помехой для успокоения России, для возврата ее на путь бесперебойного продолжения войны, то государь был готов на жертву собою. В день отречения своего от престола он сказал, дело идет о России, об ее кровных интересах. Для России я готов отдать и трон, и жизнь, если я стал помехой счастья Родины. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага, и для спасения России. Посему я готов отречься от престола, дал он телеграмму председателю думы. И государь после ночной горячей молитвы перед иконой в своем купе отрекся от престола. Он единственный в те дни честный, правдивый, стойкий, серьезный, мудрый, сознающий, что такое долг и ответственность, присяга и призвание, проникнутый безграничной любовью к России и преклонением перед всем тем, что может возвеличить ее, и категорически отвергающий все, что может унизить ее, хотя бы под угрозой потери своего положения и самой жизни. Прощальное обращение государя к армии проникнуто беспредельным самоотвержением и преданностью долгу обороны страны. В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска, после отречения мною за себя и за сына от престола российского власть передана временному правительству по почину государственной думы возникшего. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечеству, его предатель. Защищайте же доблестно нашу великую родину, повинуйтесь временному правительству. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. Он сделал все от него зависящее, чтобы облегчить и обеспечить своим преемникам успех в борьбе с внешним врагом и внутренними беспорядками. До отречения он успевает назначить главнокомандующего войсками и председателя временного правительства, чтобы оставшиеся верными государю могли со спокойной совестью подчиниться тем, кому повиновением обязал их сам государь. Все было обдумано, все взвешено. Он не теряет удивительной собранности мыслей и рассудительности поведения во всем, что касается интересов России. Один он был трезв, сосредоточен, разумен, среди всех испуганных, делавших все в попыхах опрометью. С выдержкой, самообладанием и мудростью действует он. Прощаясь с сотрудниками поставки, он обращается к интендантам. помните что я говорил вам непременно перевезите все, что нужно для армии, а вы непременно достаньте. Теперь это нужно больше, чем когда-либо. Я говорю вам, что я не сплю, когда думаю, что армия голодает. С болью сердца и с тягостной заботой отрывался от армии ее державный вождь. Будут ли также думать о нуждах доблестных защитников России теперь, когда не будет его неусыпного глаза. Во время отречения государя от престола в течение нескольких дней императрица не получала от него известий. Муки ее в эти дни в смертельной тревоге без этих известий и у постели больных детей превзошли все, что можно себе вообразить. Она дошла до крайнего предела сил человеческих. Могильщики нашей родины отлично понимали, что на пути к осуществлению их предательских замыслов стоит императрица, мужественная и непоколебимая охранительница престола. И потому они решили не позволять державной чете быть в каких-либо сношениях. Письма их задерживались и государя шантажировали возможными опасностями для его семьи. Государь написала в этих письмах «Ничего не знаю о тебе, только раздирающие сердце слухи. Мое сердце разрывается от мысли, что ты в полном одиночестве переживаешь все эти муки и волнения, и мы не знаем о тебе, а ты ничего не знаешь о нас». Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мной прежде, чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу. Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в каком случае не обязан их выполнять. «Потому что они были добыты недостойным способом. Все мы бодры, не подавлены обстоятельствами, только мучаемся за тебя и испытываем унижение за тебя, святой страдалец. Я не могу ничего советовать, только будь дорогой самим собой, о, мой святой страдалец». Получив известие об отречении, императрица смело ободряет своего супруга, простирая свой взгляд на будущее и видя в нем великую славу его. «Я вполне понимаю твой поступок, я знаю, что ты не мог подписать, в чем ты клялся на своей коронации. Клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенном обратно твоим народом и войсками. Ты спас царство своего сына» Государь имеет ввиду первоначальное отречение его в пользу сына. «И страну, и свою святую чистоту, и ты будешь коронован самим Богом на этой земле, в своей стране». Да, воистину настанет пора неизбежно, когда желанием народа и в присутствии его войск Государь будет превознесен и коронован на престоле своем в своей стране, и на этой земле, как святой страдалец и мученик и исповедник правды Христовой великой славою Божией церковною. Такова была русская несравненная героиня великомученица императрица Александра Федоровна. Это была одна из немногих сильных душ, на которые охотно обрушиваются испытания, ибо их трудно или невозможно одолеть, но и мера их страданий почти беспредельна. Государь в Ставке простился со всеми чинами штаба и управлений, с рыдавшими офицерами и казаками конвоя и сводного полка, но не выдержал всего ужаса этих своих и общих переживаний насильственной разлуки, и, оборвав свой обход, поклонился и, вытирая глаза, вышел из зала. Сердце мое чуть не разорвалось, записан в дневнике. Государь телеграфировал императрица, отчаяние проходит, благослови вас всех, Господь, нежно люблю. Купе отходящего ночью поезда было освещено одной горевшей лампадкой перед иконой. Здесь он обнял дворцового коменданта и зарыдал. Образ государя с заплаканными глазами в полуосвещенном купе писал последний. До конца жизни не изгладится из моей памяти. В могиле государь встретился с матерью императрицей Марии Федоровной, прибывшей из Киева. Мать и сын крепко несколько раз поцеловались, а в комнате мать долго сидела без движения и много плакала. Когда царский поезд отходил, государь стоял у окна и смотрел на всех провожавших. Почти против его вагона был вагон императрицы матери. Она стояла у окна и крестила сына. В последний раз в жизни они видели друг друга. Теперь начиналась в жизни государя его семьи новая эпоха, эпоха лишения свободы с унижениями и оскорблениями для его не только царского, но и просто человеческого достоинства. Ворота дворца в царском селе были заперты, когда подошел автомобиль государя. Солдат, стоявший здесь, не открыл их и ждал дежурного офицера. Тот крикнул издали «Открыть ворота бывшему царю!» Поза офицера была нарочито обидная для государя. Когда государь шел мимо него, у него во рту была папироса и он держал руку в кармане. На крыльцо вышли другие офицеры. Они все были в красных бантах. Ни один из них, когда проходил государь, не отдал ему чести. Государь отдал им честь. Страшное горе государыни вызвало известие об отречении государя. Наконец, встретившись с радостью, они вместе рыдали, но их взаимная, громадная и теперь уже неразличная любовь давала достаточно сил, чтобы перенести все страдания, на которые они пошли. Сосаревич и его сестры поразительно сознательно и мужественно отнеслись к постигшей царскую семью перемене и преданной любови и заботливости старались облегчить государыне и государю всю горечь обид и унижений. Когда наследника известили об отречении отца от престола, он спросил только о том, кто же будет править Россией, и ни слова не сказал о себе, и ни единого намека на свои права. Его учитель был поражен скромностью этого ребенка, которую он находил равной его доброте. О жизни в царском селе государь дал одной из своих сестер благодушное описание, которое, между прочим, говорит, выход наш в сад со всеми нашими людьми для работы или на огороде, или в лесу, должно быть, напоминал оставление с дверями Ноева ковчега, потому что около будки часового у схода с круглого балкона собиралась толпа стрелков, насмешливо наблюдавшая за этим шествием. Возвращение домой тоже происходило совместное, так как дверь сейчас же запиралась. Сначала я здоровался по привычке, но затем перестал, потому что они плохо и вовсе не отвечали. Разумеется, за этот долгий срок с нами было множество мелких, забавных и иногда неприятных происшествий, но всего и не описать. А когда-нибудь даст Бог расскажем вам на словах. Об этих стрелках государь вообще отзывается так. Бедные, сбитые с толку люди. 9 марта государь прибыл в царское село к больным детям и супруге и началась совместная жизнь под арестом. А 31 июля они простились навеки с дорогими уголками родного им царско-сельского дворца и парка. Какое страдание наш отъезд, писала государиня, все уложено, пустые комнаты, так больно, наш отчаг в продолжении 23 лет. 6 августа царская семья прибыла в Тобольск на пароходе Русь. Жизнь в Тобольске получила свое отражение в письмах старской семьи своим родным и носит бодрый характер, а у молодых членов семьи всегда веселый. Государь пишет своей сестре в Крым, мы постоянно думаем о вас всех и живем с вами одними чувствами и одними страданиями. В другом письме он говорит, тяжело чрезвычайно жить здесь без известий, телеграммы получаются здесь и продаются на улице не каждый день, а из них узнаешь только о новых прящихся в нашей несчастной России. Тошно становится от мысли о том, как должны презирать нас наши союзники. Для меня ночь лучшая часть суток, по крайней мере забываешься на время. мы только вернулись от обедни пишет государь, которая для нас начинается только в 8 часов при полной темноте. Для того, чтобы попасть в нашу церковь, нам нужно пройти городской сад и пересечь улицу, всего шагов 500 от дома. Стрелки стоят редкою цепью справа и слева, и когда мы возвращаемся домой, они постепенно сходят с места и идут сзади, а другие вдали сбоку. каждый раз со смехом входим в нашу калитку. Сегодня день твоих именин, пишет государь своей сестре, как часто мы проводили этот день вместе всей семьей и при иных обстоятельствах, более счастливых, чем нынешние. Бог даст, и эти пройдут. Я не допускаю мысли, что те ужасы, бедствия и позор, которые окружают нас всех, продолжались долго. Я твердо верю, государь верю, как и ты, что Господь умилосердится над Россией и умирит страсти в конце концов. Да будет его святая воля. Последние дни были очень холодные, продолжает он, сильнейшая буря с 25-30 градусами морозами. Ветры проникают даже в дом, и температура некоторых комнат доходила до 7-8 градусов тепла, например, в зале и моем кабинете. Эта температура в помещениях напомнила мне пребывание зимой у дорогого Георгия в Абастумане. Но ко всему привыкаешь. Одеваемся мы тепло и по утрам сидим в валенках, пока печень не растопится. Отлично! Государь не пишет той же сестре своего супруга. На душе так невыразимо больно за дорогую родину, что объяснить нельзя. Живем тихо, хорошо устроились, хотя далеко-далеко от всех отрезаны. Но Бог милости в силы даст и утешит. Сердца полно выразить нельзя. Сколько горя кругом, куда не посмотришь, слезы, слезы. Но крепко веришь, что время страданий и испытаний проходит, что солнце опять будет светить над многострадальной родиной. Ведь Господь милостив спасет родину, вразумит туманный ум, не гневается до конца. Забыли люди Бога, год, что царство зла всем правит. Немного еще терпеть и верить, когда кажется, что конец всего, тогда он, наверное, услышит все молитвы. Страдания и испытания им посланы, и разве он не всегда достаточно сил дает для перенесения всего? Ведь он сам показывал нам, как надо терпеть безропота и невинно страдать. Дни быстро идут, однообразно, все заняты, только таким образом и можно жить. Теперь будем тоже во время службы петь, не знаю, как выйдет. Дети Нагорный, который тоже будет с часом, мальчиком читал в церкви, я и регент. Очень грустно не бывать в церкви, не то без обедни. Хотим говеть на первой неделе, не знаем, как будет, что позволит. Письма царевин дают те же сведения. По воскресеньям бывает обедница в зале, были два раза в церкви, какая-то была для нас радость после шести месяцев. Здесь церковь хорошая, одна большая летняя в середине, где и служат для прихода и две зимние по бокам. В пределе служили для нас одних. Она здесь недалеко, надо пройти город, сад и прямо напротив через улицу. Маму мы везли в кресле, а то ей все-таки трудно столько идти. Вчера у нас в доме была заупокойная всеночная, а сегодня утром обедница. Поют во время службы четыре монахини из Иоанновского монастыря, которые за городом. Говорят, что очень красиво. Бог даст все как-нибудь уляжется и успокоится. Говорят всегда, что ничего хорошего и счастливого долго не бывает, вернее не длится. Так по-моему так же и скверное, когда-нибудь должно же кончиться. Верно. У нас все, слава Богу, насколько можно спокойно, все здоровы, бодрые и не падаем духом. Собираемся петь во время службы, начали спевать, но регент еще не был, то есть не знаем успеем ли петь в субботу. Надеемся все на Бога и не унываем. Мы все на этой неделе говеем и сами поем у себя дома. Были в церкви наконец, и причаститься тоже можно будет там. Письма эти отчасти отражают и возрастающие для узников стеснения. Церковь запретили наконец сходить, во дворе испортили и сократили для детей развлечения, постепенно сменяется состав охраны, и на вместо старых дисциплинированных солдат становятся люди большевистской формации, служащим царской семьи, запретили выходы в город, и они сделали заключенными, неся этот подвиг добровольно и не получая никакого жалования, что и беспокоит и трогает царскую семью. пребывание в Тобольске было временем видимо особых нравственных терзаний государя. Государь выражал сожаление о своем отречении, которое он сделал в надежде, что пожелавшие его удаления окажутся способными победоносно закончить войну и спасти Россию. Но за его уходом последовал большевизм, развал армии и развращение страны. Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение во избежении внутренних волнений во время войны оказалось бесполезным и что он руководствуясь лишь благом своей родины на самом деле оказал ей плохую услугу своим уходом. Эта мысль преследовала его и причиняла ему тяжкие страдания. В Соловецком заключении был настоятель Тобольского кафедрального собора протеерей отец Владимир Хлынов, который совершал службу для государя его семьи в губернаторском доме и был духовником их величеств. В мемуарной литературе о нем хорошо вспоминает Татьяна Мельник урожденная Боткина воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции 1921 По его свидетельству государь сказал ему между прочим «Я никак простить себе не могу что я сдал власть Я никогда не ожидал что власть попадет к большевикам Я думал что сдаю власть народным представителям У отца протеерея создалось убеждение что это переживание было самым больным у государя и по преимуществу преследовало его вне заключения может быть сознавалось им как какой-то грех о тяжести которого он хотел избавиться государыня тяжко болела другим ей было трудно простить несправедливость в отношении к ней ее мучило непонимание и клевета на нее общество все говорили про меня немцы немцы по мнению отца протеерея государы не мучила мысль что такое предубеждение против нее так и не рассеялось в русском обществе и восторжествовало сначала царская семья ходила на богослужение в собор и ей всему народу это было приятно но однажды соборный протодиакон царский день в конце молебна провозгласил государю многолетие с полным титулом это обстоятельство очень огорчило государя после службы придя домой государь сказал кому это нужно я отлично знаю что меня еще любят и мне еще верно но теперь будут неприятности и собор больше не пустят так и случилось в конце концов но благодаря этому отец протодиакон был приглашен на дом для совершения служб и ближе познакомился с царской семьей пели за богослужением царевны пели просто и стройно у них были хорошие книжечки по которым они следили службы разметки музыкальных стров и ударений были в них сделаны очень мудрой рукой были случаи когда государь прислуживал священнику ставил аналой брал кадила после службы обычно договаривались когда будут следующие службы царевны успевали жаловаться отцу протеерея на брата который шалил не давал покоя им мальчик лукаво смотрел на батюшку прятался начинал снова свои забавы часто приходилось проходить по бульвару мимо губернаторского дома останавливаться было нельзя и тем более смотреть в окна или здороваться почти всегда отец протеерей видел кого-нибудь из великих княжин у окна бедные птички из своей клетки всегда смотрели на свободу и радость жизни проходящих людей отец протеерей всегда старался взглянуть в окно и кивнуть туда головой а оттуда улыбка кивки и долгий провожающий взгляд еще важный факт государь в первые же дни знакомства с отцом протеереем просил его передать епископу гермогену правящему в Тобольске свой земной поклон именно так выразился государь и просьбу простить его государя что он принужден был допустить отстранение его от кафедры иначе нельзя было сделать но что он государь рад что имеет возможность просить прощения за все как уже впереди описанный гермоген епископ саратовский написал послание государю непосредственно минуя сенот и за это формально должен был быть наказан теперь епископ гермоген был растроган до глубины души сам послал государю через отца протеерея земной поклон и просфору и просил прощения так царь и епископ не задал году ученической кончины обоих и жили бывшее недоразумение с глубоким смирением и любовью в Тобольске царскую семью постигло испытание имевшее по своим конечным результатам только нравственное значение а не какое-либо практическое и бывшее как бы их гефсиманией с ее борениями за которой дальше началось шествие на Голгофу прибывший из Москвы комиссар объявил государю что его увозят и что отъезд состоится этой ночью узнав об этом государь воскликнул с волнением в таком случае это значит что они хотят заставить меня подписать Брест-Литовский договор скорее я дам отрубить себе руку комиссар уверял что с государем не случится ничего дурного и что если кто-нибудь пожелает его сопровождать этому не будут противиться государыня решила сопровождать мужа несмотря на болезнь сына которого она решила покинуть во имя долго ее пришлось выбирать между сыном и мужем государь оставлял семью по необходимости со смертельной решимостью служить родине государь не шла за ним добровольно только чтобы поддержать мужа в том же самом ради того чтобы разделить жизнь и смерть мужа во имя долга она героически отрывает свое сердце от безгранично любимого сына она выносит решение полное пламенного патриотизма в сознании долго пред Россией воспитатель наследника рассказывает что проходя по коридору он встретил двух лакеев которые рыдали сообщая что государя увозят минуту спустя Татьяна Николаевна в слезах попросила его государине государине говорила я не могу отпустить государя одного его хотят как тогда разлучить с семьей хотят постараться склонить его на что-нибудь дурное внушая ему беспокойство за жизнь близких вдвоем мы будем сильнее сопротивляться я должна быть рядом с ним в этом испытании но мальчик еще так болен вдруг произойдет осложнение боже мой какая ужасная пытка в первый раз в жизни я не знаю что мне делать государыне терзали сомнения наконец она сказала да так лучше я уеду с государем я вверяю вам сына обратилась она к воспитателю семья провела всю вторую половину дня у постели Алексея Николаевича вечером государыня сидела на диване имея с собой рядом двух дочерей они так много плакали что их лица опухли все окружающие царскую семью скрывали свои мучения старались казаться спокойными у всех было чувство что если кто-нибудь не выдержит не выдержат и все остальные государь и государь были серьезно и сосредоточены чувствовалось что они готовы всем пожертвовать в том числе и жизнью если господь в неисповедимых путях своих потребует этого для спасения страны никогда они не проявляли по отношению ко всем окружающим больше и доброты и заботливости та великая духовная ясность и поразительная вера которой они проникнуты передаются и всем в 11 часов с половиной слуги собираются в большой зале их величество и Мария Николаевна прощаются с ними государь обнимает и целует всех мужчин гостары не всех женщин почти все плачут в 3 с половиной часа ночи во двор въезжают экипажи это ужаснейшие тарантасы один только снабжен верхом находится на заднем дворе немного солома который подстилает на дно тарантасов матрас кладется в тот из них который предназначен государыне в 4 часа все поднимаются к их величествам которые выходят в эту минуту из комнаты Алексея Николаевича государь государыня и Мария Николаевна прощаются со всеми государыня великие княжны плачут государь кажется спокойным и находит ободряющее слово для каждого он обнимает и целует остающихся государыня прощаясь просит воспитателя сходить вниз и оставаться при Алексее Николаевиче тот отправляется к нему мальчик плачет в своей кровати несколько минут спустя слышен грохот экипажей великие княжны возвращаются к себе наверх и проходят рыдая мимо дверей своего брата родители и дети никогда не разлучались а теперь должны были разделиться даже с больным сыном и накануне пасхи когда вся семья всегда была вместе впрочем разлука была очень недолгой большевистской организации севера воспрепятствовали дальнейшему исследованию царской четы и задержали ее в Екатеринбурге 13 20 апреля она выехала из Тобольска и проделала 285 верст в повозках кашевах или плетеных корзинках без сидений прежде чем достигла железной дороги 17 30 апреля государь государыни великая княжна Мария Николаевна с некоторыми членами их добровольной свиты прибыли в Екатеринбург и заключены в доме инженера Ипатьева а 10 мая к ним уже прибыли и все остальные члены семьи навигация речная открылась и дорога для них была более легкой 2 с половиной месяца прожила здесь царская семья среди шайки наглых разнузданных людей новой их стражи подвергаясь издевательствам и непрерывным страданиям при первом обыске большевик грубо вырвал из рук императрицы ручной мешочек и отвечал государю дерзостями в первое время великие княжны спали на полу и все ели отвратительную пищу из советской столовой караульные были поставлены во всех углах и следили за каждым движением заключенных они покрывали стены неприличными рисунками глумясь над императрицей и великими княжнами за столом садились все вместе караульные присутствие тут же не снимали фуража курили плевали и ругались скверными словами однажды за столом сам комиссар беря тарелку толкнул государя локтем прямо в лицо больше счастью караульные несли свою службу в пьяном виде они систематически грабили и расхищали вещи белье и одежду царской семьи но постепенно даже озверевшие охранники были поражены той силой христианского смирения и кротости с которыми вся царская семья переносила мучительные заключения пока наконец в ночь на 17 июля 1918 года было совершено одно из величайших преступлений во всемирной истории за три дня до злодеяния 1-го 14-го июля была последняя служба в помещении занятом царской семьей священник отец Иоанн Сторожев так описывает этот момент мне показалось что как Николай Александрович так и все его дочери на этот раз были я не скажу в угнетении духа но все же производили впечатления как бы утомленных по тину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву со святыми упокой почему-то на этот раз отец диакон вместо прочтения запел эту молитву стал петь и я но едва мы запели как я услышал что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колени так подготовились они сами того не подозревая к своей смерти принимая погребальное напутствие в это богослужение вопреки обыкновению никто из семьи не пел что тотчас обратило внимание духовенства и выйдя из дома они поделились своими впечатлениями что как будто у них там что-то случилось и они все какие-то другие узники спали глубоким сном когда их разбудили и приказали одеваться чтобы покинуть город которому будто бы угрожала опасность царская семья спустилась в нижний полуподвальный этаж где государь с больным сыном сел на стуле посреди комнаты вокруг расположились государине великие княжны доктор и трое преданных слуг все ожидали сигнала к отъезду они не знали что экипаж давно уже ждет их у ворот это был грузовик на котором должны были отвезти тела обреченных после ошеломившего всех заключенных заявления палача о предстоящем расстреле государы не успела перекрестить она была убита сразу одновременно с государем бог послал им счастья не слышать стонов цесаревича и криков раненной великой княжной анастасии первые пули не принесли смерти самым младшим и их прикончили добивая ударами штыков и прикладов выстрелами в упор самое невинное и святое претерпело наибольшие муки они были убиты государь 50 лет родился в 1868 году отроду государыня 46 лет родилась в 1872 году Ольга 23 лет родилась в 1895 году Татьяна 21 года родилась в 1897 году Мария 19 лет родилась в 1899 году Анастасия 17 лет родилась в 1901 году Алексий 14 лет родился в 1904 году Из числа преданных друзей и слуг царской семьи прибывших с ней из Тобольска убитый вместе царственной седмирицей лейб-медик Евгений С. Боткин горничная государыня Анна Эздемидова повар Харитонов и лакей Труп матрос Клементий Нагорный ходивший за наследником с раннего детства и Сергей Седнев лакей великих княжин оба защищавшие заключенную царскую семью в Екатеринбурге от грабежа и оскорблений были увезены из дома заключения в тюрьму и там расстреляны Совсем не были допущены жить царской семьей в Екатеринбурге и также расстреляны в тюрьме генерал Илья Татищев и князь Василий А. Долгоруков Другие недопущенные фрейлина графиня Анастасия В. Генрикова и Г. Г. Лектриса учительница русского языка Екатерина А. Шнейдер вывезены были в Пермь и там расстреляны Г. 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 Допрашивали Добровольно ли она последовала за Романовыми в Тобольск Она сказала что добровольно Ну раз вы так преданы им скажите нам если бы мы вас теперь отпустили вы бы опять вернулись к ним и опять продолжали бы служить им Да до последнего дня моей жизни ответила графиня Нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих Иоанна 15-13 Семь измученных страдальцев семь кротких незлобивых агнцев приготовили себя на заколение поруганные семя оставленные они совершили крестный свой путь от царских дворцов до екатеринбургских подвалах Ипатьевского дома от блестящей свиты царедворцев и славы у масс войск и народа к тяжкому одиночеству среди шайки разбойников и поруганию от этих полузверей палачей и своих убийц рожденный в день церковной памяти святого праведного Ива многострадального 6 мая государь жизнь которого была так тяжела и правление так несчастливо сам обратил внимание на день своего рождения и сам уподобил жизнь свою испытанием страдальца Иова приняв свой крест как крест Иова твердо кротко и без тени ропота у государя сознания полноты счастья удовлетворенности жизни никогда не было на нем исполнилось его собственное пророчество у меня более чем предчувствие что я обречен на страшные испытания и что я не буду вознагражден за них на этом свете мне не удается ничего что бы я ни предпринимал у меня нет удачи впрочем воля человека так бессильна сколько раз я применял к себе слова святого Иова ибо ужасное чего я ужасался то и постигло меня и чего я боялся то и пришло ко мне быть может для спасения России нужна искупительная жертва я буду этой жертвой да будет воля Божия эти святые слова царь мученик произнес свыше чем за 10 лет до 1917 года в юность он получил ранение от руки фанатика японца как предзнаменование будущего еще большего ранения заря счастливой супружеской жизни была омрачена кончиной обожаемого отца заря государственного служения ходымской катастрофой затем потеря любимого брата друга революционное волнение 1905 года неудачная русско-японская кампания разногласия и своеволия некоторых родственников томительное ожидание сына и рождение вымоленного убогой императрицы больного мальчика нежно любимого наследника наконец новая война первоначальными неуспехами но с надеждой со всеми данными грядущей скоро уже победы которые дождаться также не удалось и за всеми неудачами следовали непонимание неправда и клевета общества на мудрого и во всем разбирающегося но кроткого и скромного смотрят свысока как на невежественного и ограниченного его глубокое сознание нравственной ответственности за судьбу родины и за жизнь бесчисленных подданных осторожность в самых последних решениях трактуется как безволие смирение осуждается религиозность осмеивается как мракобесие в речах и манифестах чуждых угодливости и лести но твердых по взглядам и убеждениям усматривается только рутинность консерватизм всякая неудача возводится в его личную ошибку или преступление клевета не щадить не только верной и ни в чем не повинной государыни которой бросается гнусное обвинение в измене на даже прекрасных ангелоподобно чистых дочерей из всего этого моря лжи клеветы и бранные ругани государь выходит прекрасным и чистым ни единого неверного неблагородного не царственного жеста такое достоинство и такое смирение святой страдалец самое верное истинно выражающее душу и жизнь государя определение произнесенное его царственной супругой все что произошло с государем и его семьей произошло по евангельской конве страдание царской семьи величественное исключительное христоподобное оно совершилось во всей полноте нравственных и физических переживаний в несмолкаемом газетном хохоте и в уличном общенародном глумлении издевались позорили клеветали оскорбляли и унижали ее после того как одни ближайшие сотрудники государя ему изменили а другие трусливо бежали кругом измена трусость и обман вчера имевшая торжественные входы в столицы и города с кликами несметных толп асанна сегодня слышит распни временное правительство власть которого царь отдал сам себя добровольно испугалась толпы и не защитила его иуды предали пилаты умыли руки палачи распяли было и гефсиманское борение с отчаянием которое однако прошло со слезами и рыданиями с горячей молитвой с переживанием разлуки от которой разрывалось сердце еще об этом сердце я начинаю ощущать мое старое сердце писал он царице еще в июне 1915 года первый раз ты помнишь это было в августе прошлого года после самсоновской катастрофы а теперь опять сколько пережило это сердце в горестных скорбях о неудачах отечества вплоть до тех дней когда лучше порой стала для него ночь в которой он мог забываться на время святой страдалец новый иов многострадальный золотой свой царский венец он сменил на терновый венец христов в его уста так легко вкладываются слова иова наг я вышел из чрева матери моей наг и возвращусь господь дал господь и взял да будет имя господне благословенно неужели доброе мы будем принимать от бога а злого не будем принимать у здравствующих членов императорского дома оказались книги которые были у царской семьи во время заточения их в Тобольске и Екатеринбурге книги лично принадлежавшие императрице и великой княже Татьяне Николаевне на полях многих своих страниц хранят карандашные отметки из которых мы видим какой мыслью читавшие были поражены чем они молча соглашались в чем невольно выражались себя выражала их душа берем несколько подчеркнутых выдержек только из двух книг Лестница преподобного Яна Лестничника издания 1909 года и о терпении скорбей учения святых отцов епископа Игнатия Бринчанинова 1893 год Обе книги за собственноручной подписи императрицы на заглавном листе Христиане должны мужественно переносить оскорбления и борьбу как внешнее так и внутреннее Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспеяние посредством терпения Таков путь христианского жительства Где Святой Дух там как тень за солнцем последует гонение и борьба Возри на пророков в которых действовал Дух Святой каким они подвергались гонениям Возри на Господа который путь и истина и который претерпел гонения не от какого-либо чуждого народа но от своего собственного племени Не не следует христианам приходить в недоумение при напастях подвергаться преследованию Неотъемлемая принадлежность истины Мученики прошедшие через многие виды мучений явили силу непобедимого мужества подчинившейся самой смерти насильственной После этого они удостаиваемы были венцов Чем многочисленнее были их страдания тем больше получили они славу от Бога и дерзновения к Богу Нам заповедано взять крест наш и последовать Христу что значит быть постоянно готовыми к смерти Если будем в таком расположении и настроении духа то как сказано будем переносить с великим удобством всякую скорбь и внутреннюю и находящую извне Говорящие что любят Господа пусть докажут справедливость своих слов не только великодушным терпением всех случающихся скорбей но и терпением охотным с любовью ради надежды отложенной в Господе Невозможно спастись иначе как через ближнего Отпущайте заповедовал Господь и отпустится вам В этом заключается духовный закон И так исполнение закона заключается в прощении обид исполняющие закон духовно и по мере исполнения делающиеся причастниками благодати любили не только благодетельствовавших но и поношающих их и гонящих ожидая получить любовь в воздаянии добродетели добродетели лишь состояло не только в том что они простили нанесенные им обиды но и в благотворении душам обидчиков молясь за них Богу как за те орудия при посредстве которых они получат блаженство по свидетельству Писания блаженные есть когда поносят вас и изгонят во всяком времени мести и еле будем твердо держать одной цели чтобы нам подвергаясь различным обидам от человеков радоваться а не скорбеть радоваться не просто не бессмысленно радоваться на том основании что обретаем благоприятный случай к получению прощения в наших согрешениях прощая ближнему в этом заключается разум истины блажен тот кто укоряемый и унижаемый ежедневно понудил себя к терпению ради Бога он примет участие в вечном празднике мучеников и вступит дерзновенно в общении с ангелами усердно пей поругание как воду жизни от всякого человека покушающегося напоить тебя очистительным врачевством изгоняющим из сердца сладострастия если будешь руководствоваться этим правилом то глубокая чистота воссияет в душе твоей и свет Божий не оскудеет в ней верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть как на праздник становясь перед неизбежной смертью сохраняли то же самое дивное спокойствие духа которое не оставляло их ни на минуту они шли спокойно навстречу смерти потому что надеялись вступить в иную духовную жизнь открывающиеся для человека за гробом вот та духовная пища которой питалась царская семья подкрепляя себя на своем крестном пути они познавали искусство добродетелей из чистого источника писаний святых отцов которые опытно проходили святые заповеди Божии из Тобольска государиня писала что после прочтения Тихона Задонского она читает творения святого Григория Низского которых кстати прежде не читала все старшие члены семьи вполне сознавали возможность трагического конца кроме свидетельств приближенных о таком настроении в тетрадке великой княжны Ольги Николаевны найдено следующее стихотворение пошли нам Господи терпение в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей дай крепость нам о Боже право и злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с твоей кротости встречать Владыка мира Бог вселенной благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час Существует мнение что автором стихотворения является учительница русского языка Е.А. Шнейдер разделившая судьбу царской семьи до Кейтербурга и принявшая мученическую кончину вслед за нею История в свое время расскажет сокровенно еще для нас подробности скорбей царской семьи и слезы умиления неоднократно прольются над подвигом новых великих страстотерпцев которых Господь разжег как серебро и скусил седмирицы чтобы обрести их достойными себе премудрость Соломона 3.5.7 и увенчать более славными диодемами чем венцы царские добродетели их это драгоценные камни несказанной ценности которые имеют различную оправу и золото и серебро и другие меньшие ценности металла или все те же свойства светскости или может быть человеческих естественных мелких ошибок и недостатков о которых могут рассказать письма или другие свидетельства эти драгоценные камни сверкают неизменным блеском везде какова бы ни была их оправа жестокие истязатели изобретали нравственные пытки для беззащитной царской семьи и однако ни одного слова ропота на свой жребий не вышло из уст страдальцев они подражали тому о ком сказано будучи злослоем он не злослоем взаимно страдая не угрожал только богу они возвещали печаль свою и перед ним одним изливали свое сердце они оказались одинокими отверженными чужими миру как носители святых идеалов россии среди грешных и отпавших от этих идеалов людей блаженны эти избранники божии потому что к ним относятся слова спасителя если бы вы были от мира то мир любил бы свое но как вы не от мира но я избрал вас от мира потому ненавидит вас мир они исполнили заповеди христовы блаженны они как нищие духом плачущие кроткие алчущие жаждущие правды милостивые чистые сердца миротворцы изгнанные за правду поносимые гонимые всячески неправедно злословимые за христа имени его ради радуются они ныне и веселятся ибо велика их награда на небесах они утешились наследовали землю вечной жизни насытились правдой сами помилованы бога узрели своими очами наречены сынами божиими ныне радуются и веселятся у бога и почитают за ничто свои страдания земные и видев при избытке славу божию познав сами что земные страдания ничто перед будущей славою семнадцать долгих месяцев царская семья шла по тернистому пути к своей голгофе все выше становясь нравственно озаряясь изнутри светом небесного града конец избранников божиих венчал их начало государь вымолил себе у бога супругу таким же даром божиим явился им и их сын выпрошенный у бога все богом данное богу принадлежит им не дана до конца земного бытия полнота благоденствия государыня в первый день брака положила завет на вечный союз с мужем после смерти наследник российского престола в своих детских страданиях разрывал сердце родителей молитвы и господи жалься надо мною и услышан богом и унаследовал лучшее царство побеждающему дам сесть со мною на престоле моем как и я победил и сел с отцом нероптавший омолившийся притесняемый и не жалующийся есть победитель образ убиенного в угличе царевича Димитрия через столетия воплощается в цесаревича Алексии тогда насильственная смерть невинного восьмилетнего отрока дала основание церкви причислить его к лику святых подвиг страдальчества в семье с больным ребенком явился там где была полнота царской земной власти и здесь навсегда было оставлено памятование что не все человеку возможно но все именно в руке Божией прежде всего крест самим Богом на земле воспринятый и им возлагаемый на его верных избранных детей и крест этот здесь понесен с глубочайшим смирением какое ободрение всем крестоносным семьям надо было чтобы нам явился образец домашней церкви апостольских времен пример христианской семьи назидание любви супругов и их детей к Богу и между собою и откуда же от царской семьи от дома стоящего наверху горы от светильника светящего с подсвечника правда идеал нам показан оттуда где он должен быть но кто когда так выполнял свое назначение и в какие времена во времена семейного развала неверности взаимного непонимания отцов и детей потери религиозного быта и самой любви к Богу семейное счастье ничем никогда не омрачаемой любви в течение всех 24 лет брака 1894 1918 и любовь детей к родителям и их подсчитание царственной седмирицы памятный знак для всех мужей жен и детей там где были данные условия облегчить труды родительского попечения о детях и сложить их на плечи других не не родили и не тяготились ими и получили достойные плоды этих трудов воспитания какой пример устроившего себе семейное счастье указывать путь женихам и невестам дабы они с молитвой к Богу о помощи искали себе спутника в жизни семейство мучеников пришедшее к Богу ничего не потеряло из своих достоинств но желают перед Богом всем того спасения и той семейной радости которыми сами обладали любовь к семье у царственной четыре не побеждала их любви к родине и ради родины они были готовы жертвовать собой и семьей что и доказали на деле однако и любовь к родине и семье не побеждала их любви к Богу Бог родина семья вот три служения императора где сосредотачивалась его жизнь и вся любовь но каждая ценность заняла подобающее ей место в его сердце служение Богу последний император славный деятель церкви во главе всех мучеников российских из числа мирян стоит первый мирянин церкви государь попечитель между ее нужд ее помощник архипастырем и пастырем в устроении дел церковных строитель храмов божий хривнитель церковного воспитания детей благоговейный паломник святых мест благочестливый молитвенник прославитель памяти святых российских за что одно уже достоин быть сопричтенным к их лику доблестный сын церкви он достойный образец смирянам рядовым членам церкви служение ей говорят что его сердце была любезна мысль о восстановлении патриаршества и будто он предполагал что в свое время отдав старство сыну и расставшись с супругой он бы сам воспринял патриаршее служение это так походит на государя образы патриарха филарета и царя Алексея Михайловича память о котором он восстановил в имени своего сына были ему так близки что навряд ли бы окончил свое царствование иначе будя оно мирным таков был среди нас представитель святой Руси который за исповедание веры в эту святыню и был предан и убит он нес на себе самоотверженно огромное бремя правления один памятая постоянно о своем одиночестве что он даст ответ за все царю царей там на небе и он знал для кого он это делает не для себя я берег не самодержавную власть а Россию сказал он в дни отречения полагая что только таким способом он охранял ее от торжества неправды и анархии верный своей священной клятве данной им в день коронования он должен был или страдать или изменить своему призванию и очень легко добиться популярности среди кругов искавших власти но бывших к ней не только неспособными но и вообще неверными русской истории ее церкви и христианской совести исповедниками называются христиане которые мужественно претерпели страдания и узы темницы и ссылки за открытое исповедание своей веры и государь был умучен от маловерного неверного и отступнического общества русских людей ставших чуждыми принципом святой Руси умучен как хранитель этих принципов он умучен как слуга Божий ограниченный в своей воле и власти только законом Божиим законом правды и любви которому и служил до смерти за верность своей присяге к клятвенному обещанию данному превошественный престол за веру в святость своего миропомазания на царство и свою ответственность перед Богом за благочестие или за свидетельство Христовой истины своей жизнью благодаря чему он стал чушь окружавшему его развращенному обществу за правду русской жизни и культуры дух который в православии самый акт отречения от престола явился выражением его самопожертвования ради отечества проявлением наибольшей любви полагающей жизнь свою за други своя в дни отречения он говорил я не хотел бы уехать из России ее слишком я люблю за границей мне было бы слишком тяжело и когда выезд из России хотя бы на время войны представлялся необходимым для пользы той же России он потребовал от временного правительства гарантии на беспрепятственный приезд по окончанию войны в Россию для постоянного житья оставшись в России находясь в заключении государь не допускал ни того чтобы семья была разлучена ни того чтобы покинуть территорию Российской империи государь не говорила я ни за что на свете не хочу покидать Россию так как мне кажется что если бы нам пришлось уехать за границу это значило бы порвать последнюю нить связывающую нас с прошлым мне кажется что это прошлое погибло бы безвозвратно в Тобольске она говорила я лучше буду поломойкой но я буду в России предпочитаю умереть в России нежели быть спасенной немцами вне России царская семья не представляла смысла своего существования ты знаешь как я люблю твою страну которая стала моей писала она государю в свое время чувствую себя матерью этой страны писала она из Тобольска и страдаю как за своего ребенка и люблю мою родину несмотря на все ужасы теперь и все согрешения нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию тоже несмотря на черную неблагодарность государю которая разрывает мое сердце но ведь это не вся страна болезнь после которой она окрепнет Господь смилуйся и спаси Россию будем непрестанно за родину молиться Христос помилуй меня грешную и спаси Россию когда старшей дочери была возможность выйти замуж за иностранного принца и будущего короля она заявила я не хочу покидать Россию я русская и хочу остаться русской навсегда и осталось чтобы взойти на Голгофу вместе со всеми другими своими сестрами единственным человеком у которого не помутилось в дни революции национальное сознание был государь его духовное здоровье не было задето моментом он продолжал смотреть на вещи просто и трезво он отрекся после того как ему все изменили он остался в России и мученически невинно за нее погиб его преемники у власти сами изменили всем и дезертировали сами бежали спасая свою жизнь они нарушили присягу и предали своего царя и с ним свою родину хотя должны были сделать все не жалея жизни победить или умереть как это делают простые солдаты на полях сражения но среди своих высших военачальников сотрудников только один император положил жизнь свою за Россию сотрудники же его восставь на него и подрубив ветвь на которой сидели или погибли от рук бунтарей с которыми вошли в союз получив должное или посты набежали со своих постов для спасения же царя не нашлось больше Ивана Сусанина русский народ отрекся от своего царя убийство его не частный грех дворцового переворота а грех всеобщий всенародный от дурмана революции которым народ позволил себя одурманить мы все не убили этих святых людей но позволили их убить мы не защитили их мы их бросили а если не защитили то и соучастники убийства где наше единство где наша вера и самоотвержение где защита правды испугались разложились пали тяжким падением мы имели высоко поставленного царя над которым повторено было таинство мира помазания он был помазанником божиим благодать святого духа на нем подлинная реальность а не условный знак или обряд или символ и потому покидая царя мы кощунствовали над таинством попрали благодать божию поступили как богопротивники не имеешь царя помазанника божий не имеешь и греха против него а если имеешь его то берегись погрешить против бога кто подняв руку на помазанника господня останется ненаказанным 1 царь 26 9 и изменивши ему мы лишились благодати божией в нашем управлении и подпали не под какую-нибудь власть человеческую а поистине под власть бесовскую которая замучила наш народ и в этом единственном царе в мире помазанники божием от благодати святого таинства не лишился ли и весь мир силы которая удерживала силы бесовские от современного властвования и влияния 2 и и если мы этого еще не поняли то может быть поймем потом святыни и подвиг государя его семьи глубоко были осознаны в широких кругах русской эмиграции сразу же после изгнания на вопрос о причислении их к лику святых без всяких колебаний и сомнений был практически поднят прежде всего в Югославии сербский народ возлюбил русского царя всем сердцем 30 марта 1930 года была опубликована в сербских газетах телеграмма что православные жители города Лесковац в Сербии обратились к синоду православной сербской церкви с просьбой поднять вопрос о причислении к лику святых покойного русского государя императора Николая II бывшего не только самым гуманным и чистым сердцем правителем русского народа но и погибшего славную мученическую смертью в сербской печати еще в 1925 году появились описания того как одной пожилой сербки потерявшей на войне двух сыновей убитыми и одного без вести пропавшим считая последнего тоже убитым однажды после горячей молитвы за всех погибших в минувшую войну бедная мать заснула и увидела во сне императора Николая II сказавшего ей что сын ее жив и находится в России где он вместе с двумя убитыми своими братьями боролся за славянское дело ты не умрешь сказал русский царь пока не увидишь своего сына вскоре после этого вещего сна старушка получила известие что сын ее жив и через несколько месяцев после того она счастлива и обнимала его живым и здоровым прибывшим из России на родину этот этот случай чудесного явления во сне покойного и горячо любимого сербами русского императора Николая II разошелся по всей Сербии и передавался из уст в уста в сербский сенот начали поступать со всех сторон сведения о том как горячо сербский народ особенно простой любит покойного русского императора и почитает его святым 11 августа 1927 года в газетах в Белграде появилось извещение под заглавием лик императора Николая II в сербском монастыре Святого Наума что на Ахридском озере это сообщение гласило русский художник и академик живописи С. Ф. Колесников был приглашен для росписи нового храма в древнем сербском монастыре Святого Наума причем ему была предоставлена полная свобода творческой работы в украшении внутреннего купола и стен исполняя эту работу художник задумал написать на стенах храма лик 15 святых размещенных в 15 овалах 14 ликов были написаны сразу же а место для 15 долго оставалось пустым так как какое-то необъяснимое чувство заставляло Колесникова повременить однажды в сумерке Колесников вошел в храм внизу было темно и только купол прорезывался лучами заходящего солнца как потом рассказывал сам Колесников в этот момент в храме была чарующая игра света и теней все кругом казалось неземным и особенным в этот момент художник увидел что оставленный им незаполненным чистый овал ожил из него как из рамы глядел скорбный лик императора Николая Второго пораженный чудесным явлением мученически убиенного русского государя художник некоторое время стоял как вкопанный охваченный каким-то оцепенением далее как описывает сам Колесников под влиянием молитвенного порыва он приставил ковалу лестницу и не нанося углем контура чудного лика одними кистями начал прокладку Колесников не смог спать всю ночь едва забрежил свет он пошел в храм и при первых утренних лучах солнца уже сидел наверху лестницы работая с таким жаром как никогда как пишет сам Колесников я писал без фотографии в свое время несколько раз видел близко покойного государя давая ему объяснение на выставках образ его запечатлелся в моей памяти я закончил свою работу и этот портрет икону снабдил надписью всероссийский император Николай II приявший мученический венец за благоденствие и счастье славянства вскоре в монастырь приехал командующий войсками Битольского военного округа генерал Ристич посетив храм он долго смотрел на написанный колесником лик покойного государя и по щекам его текли слезы затем обратившись к художнику он тихо промолвил для нас сербов это и есть и будет самый великий и самый почитаемый из всех святых этот случай равно как и видение старой сербки объясняет нам почему жители города Лесковац в своем прошении синоду говорят что они ставят покойного русского государя императора наравне с сербскими народными святыми Симеоном Савой Лазарем Стефаном и другими кроме приведенных случаев о явлении покойного государя отдельным лицам Сербии среди сербской армии имеется сказание что ежегодно в ночь накануне убиения государя и его семьи русский император появляется в кафедральном соборе в городе Белграде где молятся перед иконой святого Савы за сербский народ затем согласно этого сказания он пешком идет в главный штаб и там проверяет состояние сербской армии это сказание широко распространилось среди офицеров и солдат сербской армии в русской иммигрантской печати было сообщено в 1947 году о дерзновенном молитвенном призывании царской семьи в опасности когда сотня казаков потеряв связь с собозом и войском оказалось в окружении красных среди болот священник отец Илья призвал всех к молитве говоря сегодня день памяти нашего царя мученика сын его отрок Алексий царевич был войск казачьих атаманом почетным попросим их чтобы ходатайствовали они перед господом о спасении христолюбивого воинства казачьего и отец и отец Илья служил молебен мученику Николаю государю российскому а припев на молебне святые мученики дома царского молите бога о нас пела вся сотня и обоз в конце молебна отец Илья прочитал отпуск молитвами святого царя мученика Николая государя российского наследника его отрока Алексея царевича христолюбивых войск казачьих атамана благоверная царица мученица Александра и чад ее царевин мучениц помилует и спасет нас яко благо человека любит на возражение что эти святые мученики еще не прославлены и чудеса от них еще не явлены отец Илья возразил а вот молитвами их и выйдем а вот и прославлены они сами слыхали как народ прославил их божий народ а вот не видите вы чудо гнева божия на россию за неповинную кровь их а вот явление узрите спасением чтущих святую память их а вот указания вам в житиях святых чтите когда на телесах святых мучеников без всякого прославления христиане храмы строили лампады возжигали и молились таковым якоб предстоятелем и ходатаем сотни обоз из окружения вышли чудесным открытием отца Ильи шли по колено и по пояс проваливаясь по шею лошади вязли выскакивали опять шли сколько шли и устали ли не помнят никто ничего не говорил лошади не ржали и вышли 43 женщины 14 детей 7 раненых 11 стариков инвалидов один священник 22 казака всего 98 человек и 31 конь вышли прямо на ту сторону болота угол которого занимали казаки сдерживающие обходное движение красных прямо в середину своих из окрестных жителей никто не хотел верить что прошли они этим путем и шума перехода не слыхал неприятель из следа куда ушли отрезаны не могли утром установить красные партизаны были люди и нет их ко второму всезаграничному церковному собору 1938 года среди русских в Сербии под влиянием религиозного почитания памяти царских мучеников как в самом сербском народе так и среди его высокопоставленных лиц возник вопрос о канонизации царской семьи но этот вопрос имеет значение не только для иммиграции но и для всего русского народа подвигом находящегося и надо чтобы он вошел в сознание и был принят широкими церковными массами уясняя себе духовный образ царской семьи церковный народ в каждой нужде может прибегать к ее небесной помощи и через молитвенное поминовение ее в панихидах так вспоминает люди постоянно отца иоанна кронштадтского и блаженного ксению и через заупокойное моление о них получает помощь от них имеющие славу небесную отзываются на славу и память земную выражающими ее в угодно в какой угодно форме архиерейский собор в период сессии второго всезаграничного церковного собора из клира и мирян в августе 1938 года постановил в связи с исполнением 20-летней годовщины убийства царской семьи установить повсеместные народные поминовения через совершение заупокойных литургий и панихид в следующие дни года 6 мая в день рождения и 6 декабря в день тезоименитства государя императора Николая II и 14 17 июля в день убийства царской семьи такова должна быть общенародная церковная память но каждая душа в отдельности проникнутая горячей любовью к великим царственным мученикам российским да памятует их молитвенно постоянно и молитвами сих мучеников Господь да помилует русскую землю из всех нас русских людей в последнем царе нам явилось именно то что нам наиболее нужно при нашем упадке он был верен тому чему мы давно изменили в нем явилось основание и новой жизни которая показана нам при конце прежней и которой мы еще себе не усвоили Богу слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала до какого до